Режим повышенной готовности на Кубани продлен до 1 декабря, а это значит соблюдение масочного режима и социальной дистанции сохраняется. К сожалению, еще не все славянцы понимают всю серьезность складывающейся ситуации, игнорируя требования Роспотребнадзора. К таким гражданам будут применяться меры административного наказания, в том числе штрафные санкции. Представители администрации Славянского района совместно с уполномоченными Роспотребнадзора и сотрудниками полиции проверили соблюдение масочного режима в крупных и небольших предприятиях торговли. Проверка показала, что сотрудники магазинов, как правило, соблюдают масочный режим, а вот посетители оказались менее дисциплинированными. Несмотря на то, что большинство покупателей были в масках, нашлись и те, кто ими пренебрег. На нарушителей были составлены административные протоколы. К ответственности могут быть привлечены и сотрудники магазина. Постановлением губернатора внесены изменения в закон Краснодарского края, согласно которым продавец имеет право не обслуживать посетителя без маски. В случае нарушения придется заплатить штраф. Размер штрафа на физическое лицо составляет от 1 до 40 тысяч рублей, на должностное лицо – от 10 до 150 тысяч рублей. Мы буквально в течение последнего времени провели несколько рабочих совещаний, на которые приглашали отдельные представители предприятий общественного питания, предприятий розничной торговли, руководители предприятий с наибольшей численностью трудового коллектива. На этих совещаниях мы буквально под роспись всю эту информацию, все эти требования, которые установлены действующими документами, мы довели до руководителей. Еще раз призвали внимательно отнестись к соблюдению режима повышенной готовности. Руководитель сегодня предприятия торгового несет прямую ответственность за несоблюдение масочного режима не только работниками торгового объекта, но и за несоблюдение масочного режима посетителями этого магазина. Соответственно, руководитель сегодня однозначно должен провести инструктаж со своим коллективом, провести определенную разъяснительную работу с населением, то бишь путем размещения информационных табличек на входе, провести, организовать разметку в торговом зале. Ну и если есть такая техническая возможность, обязательно вести информирование по громкоговорящей связи о соблюдении и масочного режима, и о соблюдении социальной дистанции. За последние две недели к ответственности было привлечено три работника предприятий торговли и порядка восьми граждан, посетителей магазинов, которые не соблюдали масочный режим. Должностные лица руководителей предприятий пока что к ответственности не привлекались. Проведение проверки предприятий торговли показало, что масочный режим большинство посетителей магазинов все же соблюдают, понимая, насколько важно беречь не только свое здоровье, но и здоровье окружающих. Конечно, носить маску нужно обязательно. Ведь как слушаешь по телевизору, много очень заболевших, которые не знают даже об этом. Не проявляется так это, но других-то могут заразить они, и мы все подвержены этому. Поэтому обязательно нужно, ну что тут сложного-то? Ходить в масках надо. Во-первых, мы освобождаем врачей от больших, как говорится, нагрузок. И себя контролируем, ну и окружающих. Но это обязательно, мне кажется. Мне кажется, это уже будем привыкать должны уже ко всему этому. Так что ношение масок – это, как говорится, закон и все. Если вы сказали носить, значит, мы должны соблюдать этот порядок. Не так избегать, что мне хочется дышать свежим воздухом. А то, что мы можем заражать других, это иногда люди пожилые не понимают. Сознательных граждан становится все больше. Тех же, кто игнорирует требования закона, будут наказывать рублем. Контроль за соблюдением масочного режима усилен. И рейдовые группы продолжат работать в разных районах города. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».